всем привет очень часто и очень много раз я слышал такую фразу от разных людей от самых разных людей что вся музыка уже сыграна что ничего нового придумать нельзя что все из того что мы придумаем то что мы слышим это уже повторение пройденного все это уже было все это уже просто переработано перевернуто переделана и снова продается или выдается за новый продукт это полная ерунда потому что музыка бесконечна и новое можно придумывать постоянно и она все время будет новым и все время не похожим на то что было раньше но это если есть такое желание конечно и талант не побоюсь этого слова и художественная составляющая внутри автора пафосно выражаясь так вот я искренне считаю что конечно новое появляется и будет появляться и будет появляться музыка которая не похожа на ни на что из того что было раньше к чему это я говорю я это к тому что переслушивал пластинки группы animal collective или animal collective как угодно можно называть мое знание английского очень условно я пользуюсь английским только в том объеме который вынес из средней школы потом из института потом из общения на улице в магазинах и на кухнях и в барах за границей где-то среди друзей знакомых не русскоязычных ну на таком уровне на бытовом вот такая пластинка группы animal collective называется она санг-тонгс 2004 год как я познакомился с этим замечательным бэндом вот в те самые махровые двухтысячные начала двухтысячных я зашел в один из магазинов музыкальных увидел компакт-диск вот с такой обложкой она мне дико понравилась потому что здесь изображены настоящие рок-музыканты согласитесь рок-музыканты могут только так и выглядеть и больше никак вот это в чистом виде конечно рок-музыка воплощенная про эту группу я ничего не знал музыки никогда не слышал этой и в магазине даже не стал слушать и просто купил компакт-диск принес домой поставил его стал слушать и понял что я вообще ничего не понимаю из того что происходит ну то есть совсем это абсолютно новая была штука для меня и остается кстати говоря потому что ничего из того что я слушаю сейчас а я слушаю очень много новой музыки я стараюсь следить за тем что происходит и ничего равного я не слышал до сих пор вот до сего дня все равно эта штука animal коллектив это уникальная музыка абсолютно вообще не похожа ни на что здесь надо сказать что ребята которые стараются специально делать музыку которые не похожи ни на что стараются специально удивить слушателя мы вот такие у нас музыка вообще ни на что не похожа мы будем вас удивлять ошарашивать потрясать но такая музыка в ста процентах случаев не выходит за рамки каких-нибудь очень дешевых клубов для друзей за рамки нескольких так называемых концертов которые являются скорее хэппинингами они концертами и потом пропадает навсегда исчезает абсолютно не оставляя никакого следа а люди которые серьезно занимаются музыкой и не ставят себе целью кого-то удивить кого-то поразить и специально сделать что-то новое когда у них это новое рождается сама когда они иначе играть не могут иначе сочинять не могут когда им скучно сочинять так как сочиняли до них вот здесь бывают прорывы и один из этих прорывов конечно это минимум коллектив который состоял в ту пору из двух человек это дэвид портнер которого зовут на сцене эвитара и ноа ленокс которого на сцене зовут панда бир они так себя называют такие сценические псевдонимы позже присоединились джон дип под псевдонимом дикинг и брайан уэйтс под псевдонимом геологист но это было уже позже группа в принципе состоит из двух человек что двое тех кто присоединились они они то присоединялись то уходили то снова приходили но хотя являются членами группы на концертах во всяком случае выступают играют все вместе посмотрите в ютюбе концерты animal коллектив а можете не смотреть потому что концерт у них очень разные есть концерты очень плохие по звуку по исполнению тоже есть очень хорошие их очень много и выбрать из них хорошие можно попасть на отвратительные отвратительные они потому что во первых как опять-таки один из критиков написал что основная составляющая основная основная структура собственно говоря вообще структура музыки animal коллектив это звук все остальное уже сверху мелодия рифы ритм все остальное уже сверху то есть все наоборот обычно группа сочиняет песню да все пишется расписывается партия а потом уже формируется звук здесь обратная совершенно картина и них них не просто так потому что когда слушаешь музыку этой группы animal коллектив такое ощущение что голосовые партии главные мелодии они написаны сначала нормально сначала написано нотами да скажем так нормально потом ноты перевернуты и не обратная запись да понимаете а чур игра просто нотная запись перевернута и из конца в начало пропета ощущением от мелодики вот именно такое хотя и обратная запись здесь используется и чего только здесь нет несмотря на то что эта группа по крайней мере вот эта пластинка которая вышла у нас в 2004 году санктангс называется она проходит по разряду фолк или эйсит фолк или альтернативный фолк или какой-нибудь панк фолк электрический фолк но везде слова фолк присутствует и формально она как бы и фолк но представьте себе фолк если пользоваться референсами то возьмите группу the incredible string band смешайте ее с музыкой сида барретта брайана и на дэвида боу и кэн и какого-нибудь крафтверк и при этом оставьте все это в фолке в прозрачности получится что-то похожее на и немал коллектив но и немал коллектив все равно по-другому все делает все равно не похоже ни на боу и не на кэн не на incredible string band ни на что вообще это абсолютно уникальная штука стоит только послушать хоть вот первую песню вот из этого альбома 2004 года которая называется не запоминаю название этих песен потому что их чрезвычайно много а память у меня не особо и куплетов припевов здесь тоже нет поэтому опереться не на что лихаус называется она это кстати одна из немногих обложек на которой есть хоть какая-то информация в основном никакой информации нет в основном это просто такие блоки музыки которые на тебя вываливаются вот этот самый лихаус это как бы как бы фолк но сразу понятно что это не фолк сразу понятно что это какой-то космос электричество во первых несмотря на то что акустическая гитара звучит очень хорошо очень качественно записано невероятно просто звук удивительный совершенно вот такая мелодия но при этом мелодия не раздражает она вот не специально сделано вот такой она вот такая естественным образом она очень красивая но настолько необычное построение в не настолько она странно но при этом очень интересно и очень хороша для слушаний и ревербератор который используется как музыкальный инструмент то есть не просто реверберация то ее больше то ее меньше то 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 там хол добавляется потом сухой звук появляется нет ревербератор как музыкальный инструмент объяснить словами это невозможно также какая писать музыку animal collective это отдельная совершенно история это надо слушать первая половина это двойник они вообще все двойники все эти пластинки музыканты не стесняются первая половина альбома из условно говоря коротких песен состоит вторая половина альбома просто сплошная медитация сплошное погружение в какой-то лес хотя в лес начинаешь погружаться уже на первой пластинке на на не на а в конце первой стороны первого альбома уже полностью вязнешь в болоте в лесу причем вязнешь очень комфортно под кваканье под какие-то под бульканье под пение птичек под вот это все 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 и такой кайф такая музыка удивительная просто это не похоже вообще ни на что не на что ни одной прямой линии здесь нет как в лесу до в лесу же нет прямых линий а рок-музыка хард-рок это прямые линии на диско я говорю это уже совсем прямые линии металл это супер прямые линии здесь ни одной прямой линии здесь все вот так вот все вот так вот все перелома на перепели перекошено пире переграно следующий альбом по хронологии вот этот называется feels это уже ближе все-таки крок музыки потому что здесь появляется барабан но барабан такой условный не ударная установка барабан head и тарелка которые закосмичены за за обработаны синтезаторные штуки сэмплы все это и все это в акустике все это якобы в фолке как бы в фолке но опять-таки какой здесь фолк это очень все условно просто от начала до конца вот этот полный кайф психоделический фолк можно назвать так не пугайтесь этого определения фолк не пугайтесь определения псих одели потому что все это применить на к ним и коллектив очень условно это абсолютно другая музыка другой подход торжество сюрреализма вот эта штука strawberry jam это просто сюр от начала до конца сид баррид бы плакал здесь кровавыми слезами если бы услышал этот альбом это это что-то невероятное очень рекомендую песню for ever and green вот с нее можно начать если вы не знакомы с и него коллектив строгали джем пластинка 2007 года и песня for ever and forever and green за ней следует fireworks и финальная песня дэрек очень хороша очень хороша сложнейшей вокальной партии так вот я кстати хочу сказать что если вы будете смотреть на видео концерты и него коллектив то ряд концертов очень плохо сыграно и плохо спета в силу того что очень сложная музыка вокальные партии невероятно сложны они невероятно сложны вы скажете ха 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 слышали мы сложные вокальные партии их полно у любой уважающий себя рок-группы пакальные партии сложные здесь они посложнее чем у большинства рок-групп они они невероятно закручены они невероятно выстроены и очень много нот вот вот что я скажу и все это спета идеально на пластинках повторить такое на концерте очень очень сложно потому что эти песни они производят впечатление спонтанного музицирования спонтанной такой импровизации хотя очевидно что все прописано все выстроено все выверено каждая нотка каждый звук каждое придыхание каждый вопль а вопли здесь много орут они с такой силой и на этом альбоме на этом особенно орут как резанные просто это я не знаю как сказать альтернативный рок наверное тот самый есть потому что это абсолютный рок несмотря на то что прозрачность акустичность красота и как бы фолк но в подаче это такая сила такая мощь такая заводка что ого-го вот очень хорошая пластиночка здесь уже очень много электроники хотя фактура музыкальная вся осталась она называется мэриуэдер пост павильон 2009 год и вот когда ее ставишь самого начала такое ощущение что ты слышишь хор ангелов господних просто поют ангелы но ангелы не такие каких 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 мы привыкли видеть пухлые вот такие с крылышками а худощавые ироничные с юмором с большим модные парни но при этом ангелы и вот этот хор мы слышим от начала до конца этого двойного альбома бешеная красота голосовые раскладки queen где-то там неподалеку в общем сидит на облаке и слушается восхищенно как поют эти парни сложно красиво прозрачно умопомрачительно и не похоже ни на что ну и вот эта пластинка это не все далеко пластинки у него коллектив гораздо больше работы называется сэнтипэд эйч зи эйч зэд 2012 год замечательный клип на песню today's super nature посмотрите в ютюбе туда из супер вечера клип и вам все станет понятно здесь уже электроника здесь уже синтезаторы сэмплы драм-машины куча обработок но все бешено красиво не похоже ни на что и красота неимоверная вот те самые ироничные иногда злые иногда с очень хорошим юмором ангелы которые пришли для того чтобы дать нам кайф отличное настроение и божественный свет то что вся музыка и не был коллектив все их пластинки они просто брыжут светом они лучаться искрятся и это полный кайф пойду пить бай-бай